Всем привет, дорогие родители! С вами Оля Качанова, это канал для родителей. Сегодня я отвечу на очень популярный запрос. Расскажите про свою кроватку. Кроватка у нас, как вы сами видели, в компании Ултепот. Это кроватка-домик, двухъярусная кровать для малыша и взрослого ребенка. Это история про то, какой классный у нас домик. Буду говорить правду. Мы пользуемся этим домиком с ноября. Сегодня март. То есть мы уже достаточно долго его потестили для того, чтобы сделать свои выводы и рассказать вам о минусах и о плюсах. Итак, вводный. У нас маленькая однокомнатная квартира и мы долго думали, как же все-таки нам поступить, где размещать второго ребенка. Был вариант вообще сделать две кровати отдельно, полностью ужаться, убрать двуспальную кровать из нашей квартиры, разместить там детскую и так далее. Но я вот случайно в интернете нашла такой вариант. И, конечно же, он меня покорил своей красотой. Мне кажется, это мечта каждого ребенка, чтобы в детстве у тебя было что-то подобное. Ну, судя по комментариям в рум-туре, это действительно так. И многие хотели бы свое детство проводить в чем-то таком. Я подумала, блин, наверное, классно бы было организовать такую игровую спальню детям, игровую зону, потому что в нашей квартире, в принципе, для этого мало места. Сделать им такой подарок и себе подарок. И я ни капельки об этом не пожалела. Итак, это такой кусочек природы в камне. Это настоящая сосна, причем можно было в компании выбрать и бук, но мы все-таки решили остановиться на более бюджетном варианте. Мы осознанно выбрали натуральный материал и не хотели брать мебель типа из икеи, потому что мы хотели, чтобы в доме в этой каменной коробке была хотя бы небольшая частичка природы, живой. Домик дышит, он очень мягкий. Видны все вот эти сучки. Можно было попросить не окрасить домик или выкрасить его в какой-нибудь другой цвет, но мы оставили вот такую фактуру дерева. Нам показалось это красиво, и мы ни капельки об этом не пожалели. Если посмотреть на домик издалека, то вы увидите, что вот эти сучки такими небольшими пятнышками пошли. При желании можно покрасить, но пока что мы не хотим этого делать. Нам нравится, что у домика вот такая своеобразная структура. Я знаю, что многие говорят о том, что шпон смотрится красивее, вот в икеи есть мебель. Вот посмотрите, например, у нас мебель из икеи шкафы. Хочу заметить, что при влажности в нашей квартире, при определенной шкафы икеи стали расклеиваться и превращаться в не самое лучшее состояние, не говоря уже о том, что это химия, краска. Конечно, перед заказом меня очень интересовало, вообще встанет ли этот домик к нам. У нас есть такая небольшая особенность в квартире, и я вам ее покажу. Это выступающий подоконник. Вот здесь, как вы видите, неширокая стена, и уже дальше начинается окно, и кроватка чуть-чуть выступает за него. И там вот ниже подоконник выступает за пределы стены, и, конечно, это мешает поставить кроватку вплотную. Ну, вы видите, мы нашли неплохой вариант хранения. Там у нас хранится гладильная доска, так как в нашей квартире каждый квадратный сантиметр на счету. Получилось вот такое интересное решение. Компания была готова под любые наши размеры модифицировать домик, то есть убрать, например, откосы или сделать их не одинаковыми. Ребята творчески подходят к своей работе, и, в принципе, они могли уместить нам домик как угодно. При желании все это обсуждалось. Следующий вопрос, который меня волновал, насколько это будет функционально. И в итоге наша кроватка это классное место для всей семьи, потому что наверх может залезать, например, мама и ребенок, потому что вверх выдерживает порядка 100 кг. Ну, конечно, мамы бывают разными, но мне эта роскошь позволительна. И внизу точно так же я могу даже спать с младшей дочкой, потому что размеры нашего домика 160 на 70. При желании, конечно, можно было взять и побольше, но мы все-таки решили ограничиться 160, потому что нам еще нужно было уместить детский столик. И это, конечно, играло решающее значение. В общем, не стали мы делать полноразмерную кровать, хотя такие опции тоже были. В итоге у нас получается такой вариант 3 в 1. Когда мы только купили домик, Даши было 3,5 года, и она уже вполне себе залезала замечательно наверх и закрывалась за собой сама. Вот таким вот образом. Сейчас мы убрали шпингалет для того, чтобы не было баловства с ним. Ну, фурнитура, понятно, меняется, поэтому тут проблем не возникло. Смотрите, вход вот этот и окошко тоже мы могли выбирать абсолютно разные варианты. При желании и вход на второй этаж. Может быть, вот здесь вот сбоку сделан лесенка просто приставная, она цепляется за край, и по ней может ребенок залезть с любой стороны. Можно даже оставить два выхода. То есть тут все, на что хватит вашей фантазии. Что касается низа. У нас лялечка, и поэтому мы заказали дополнительную модуль. Это вот такие высокие бортики. Лялечка наша с удовольствием здесь проводит время. Мы пока что спим все же вместе, но на дневной сон я ее кладу сюда, и частенько, если нужно, чтобы она просто поиграла, тоже это достаточно удобное для нее комфортное пространство. Как вы видите, у нас вот тут окно в мир, которое мы все-таки хотим закрыть, оно нам не нравится. Но я думаю, что о декорациях в стиле Dude Yourself и о том, как привести этот домик в более уютное состояние, расскажу в отдельном видео, пока что про функционал. И так у нас получилось такое три в одном. То есть две кроватки и игровая зона. И это очень классно сохранило нам пространство. Потому что, как вы понимаете, раньше, если бы здесь стояла обычная детская кроватка, то я бы не могла в нее ни сесть, почитать книжку, ни поиграть с детьми. Даже на гости не смогли бы тусоваться в ней. То есть это были бы два квадратных метра абсолютно полностью занятые. Сейчас у нас в квартире появилась дополнительная зона, в которой даже взрослые могут провести время. И это, конечно, очень удобно. Еще меня очень волновал вопрос переезда этой конструкции. Потому что все-таки мы не планируем долгое время жить в этой однокомнатной квартире. А домик подходит для детей до 150 сантиметров роста. Это вплоть до подросткового возраста. Поэтому меня, конечно, интересовал момент мобильности. В общем, вся эта конструкция может быстро собраться, уехать и собраться в другом месте. Если вдруг, например, у вас есть только верх, и внизу у вас, например, хранились книжки, или был просто диван, и был один ребенок, то при желании можно докупить дощечки, когда у вас появится второй малыш, и использовать эту зону как раз-таки как кроватку для младшего ребенка. Ну и потом, когда дети подрастут, нижнюю часть мы сможем адаптировать для игры. И опять же, наверх переедет Вика, а старшая дочка переедет уже, например, в свою комнату или в отдельную какую-то другую кроватку. И давайте теперь я расскажу о плюсах и минусах. Все-таки, однозначно, пространство и игровая зона это плюс. Из минусов он скрипит, потому что это живой материал, потому что это все ходит. И иногда со временем нужно будет делать подкрутку. И обязательно нужны какие-то мягкие бортики на стены и декорации, потому что когда ночью ребенок стучится, и ладно, если бы кроватка стояла в своей комнате, но так как я сплю недалеко, я слышу каждый удар, никаких, конечно, синяков не получается, но удар такой глухой об дерево достаточно сильно меня будоражит постоянно. Вот. Ну и кому-то могут показаться, например, сучки минусом. Это уже только вопрос вашего выбора. И еще, прежде чем купить такой домик, я почитала форму в двуспальных кроватях. Меня смущал один вопрос, типа неудобно менять постельное белье. Ну, вы знаете, вот у меня тут есть подставка в виде дивана. Я думаю, что какой-то стул, подставленный вот рядом со входом, вполне решает всю проблему. Матрас оттуда легко вылезает, его легко менять. Я не считаю, что это минус или какая-то проблема. Гораздо хуже было бы, если бы у нас сейчас стояло две кровати на полу. Мне приходилось бы все равно менять матрасы в них, затраты примерно точно такие же. Ну и, конечно, я не могу молчать о эстетической составляющей этого домика. Это очень красиво, уютно. Это создает определенную атмосферу дома. Мне очень нравится то, что домик белый, потому что все-таки яркие цвета в детской спальне. Это чересчур будоражит детей. И если хочется каких-то акцентов, то можно сделать их аксессуарами, кстати, насчет них. Конечно же, нужны будут какие-то покрывалы и какой-то текстиль. И вот, видите, я уже показывала в своих видео, вот этот пледик вязанный из шерсти. Это просто очень классная вещь для лялечки, для маленькой. Ну, конечно, нужны какие-то борты, подушки, чтобы это было красиво. И самое главное, за счет чего еще все это смотрится так красиво, конечно, это освещение. И вы видите, со включенным светом сразу приобретается такое волшебство. Тут очень уютно, конечно, становится. Ссылку на эти замечательные домики я оставлю внизу под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете, в принципе, задавать их мне в комментариях. Я с радостью поделюсь с вами практикой использования такого домика, если вам это нужно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые ролики, оценивайте этот, пишите комментарии. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока-пока.